19 июня Алтайский государственный университет начал прием документов на все направления специальности по всем уровням и формам подготовки. В частности на 54 программы бакалавриата и специалитета и 87 программ магистратуры. Абитуриентов с 8 часов встречают работники отборочных комиссий факультетов, занявшие свои рабочие места в аудиториях первого этажа главного корпуса университета. Сегодня, 19 июня, в Алтайском государственном университете стартовала приемная кампания 2017 года. Алтайский государственный университет в этом году будет осуществлять набор на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и среднего профессионального образования. Мы хотели бы особо отметить, что у нас сохранился довольно стабильный бюджетный набор и мы приглашаем абитуриентов для обучения на программы бакалавриата и специалитета, куда выделено более 1000 бюджетных мест, также на программы магистратуры более 600 бюджетных мест, ну и на программы колледжа среднего профессионального образования больше 180 бюджетных мест. Приемная комиссия работает в главном корпусе университета по адресу Ленинов, 61. Мы ждем наших абитуриентов в будние дни с 8 до 5 часов вечера, а в субботу с 8 до 3 часов. В 2017 году Алтайский госуниверситет стал опорным университетом России. Новый статус АГУ – это большие возможности для поступающих. Именно этим и руководствовался Владимир Чешинский, выпускник АЛТГТУ имени Ползунова, ставший первым абитуриентом приемной кампании 2017 года, желающим получить второе высшее образование. Владимир Владимирович, мы поздравляем вас с тем, что вы стали одним из первых абитуриентов, который поступает в Алтайский государственный университет. Надеемся, что вы, безусловно, станете студентом Алтайского государственного университета, успешно освоите программу, получите диплом Алтайского государственного университета и с этим дипломом успешно пойдете по своей дальнейшей жизни. Ну и на память, на память от нашего вуза небольшой сувенир, да, на память о том, что в 2017 году вы стали первым, кто привез документы в Алтайский государственный университет. Поздравляем вас с его учебницей. Почему решил поступать? Ну, мне нравится такое выражение, что знание – это сила, но я бы его слегка усовершенствовал, что знание – это сила, а не знание не освобождает от ответственности. Поэтому выбрал юридический факультет. Алтайский госуниверситет выбирают и выпускники средних специальных учебных заведений. Выпускник Алтайского архитектурно-строительного колледжа Сергей Яблоков сегодня подал документы на факультет искусств. Сергей, мы поздравляем вас с тем, что вы стали первым битуриентом Алтайского государственного университета 2017 года. Для нас ценно то, что после окончания среднеспециального учебного заведения в продолжение обучения вы выбрали Алтайский государственный университет. Верим в то, что ту специальность, которую вы выбрали, станет вам, будет вам интересной, а в будущем станет серьезным подспорьем для успешной профессиональной деятельности. Поздравляем вам, желаем успешного обучения и последующим успешного трудоустройства. Спасибо большое. Поздравляем вас. Всего доброго. В 2015-м закончил Алтайский архитектурно-строительный колледж по специальности архитектуры. На данный момент хочу поступить на факультет искусств, направление декоративно-прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство и дизайн. Здесь удобно то, что в плане, например, заводчатного отделения. Есть возможность и работать, и учиться. Ну и наслышан просто об этом учебном заведении, что одно из лидирующих мест в Алтайском крае и вообще по всей стране, по России. Ну вот, как-то привлекло меня это все. В плане знаний хочу пополнить свои знания в плане творчества, то есть в плане рисунка, в плане дизайна. И в дальнейшем хочу работать в этой сфере. Главное ничего не бояться, быть уверенны в своих силах и выбирать то, что вам по душе, чтобы это было не в тягости. Именно выбирайте сердце, то, что ближе к вам лежит. Остается добавить, что сроки приема документов в АГУ на бюджетные места по программам бакалавриата продлятся до 26 июля, а в магистратуру до 12 августа. Продолжение следует...